Добрый вечер, проходите, присаживайтесь, не стесняйтесь, располагайтесь поудобнее так, вы у нас, все правильно, рассказывайте, что-то может быть беспокоит вас усталость в глазках, хорошо, сейчас со всем разберемся так, позвольте я уточню ваше имя и фамилию спасибо дата и год рождения жалобы, усталость, сейчас мы это запишем кроме этого, что-то беспокоит? отлично, прекрасно так, подскажите, а когда последний раз проверялись у офтальмолога? так, ну с полгода, да? месяцев 6, 7? ну хорошо, хорошо с 7 месяцев так, вообще раз в год рекомендуется так что вы вполне вполне по графику вы молодец так, ответьте мне, пожалуйста, еще на пару вопросиков как часто проводите время за компьютером, за телефоном, за любыми типами экранов? ну примерно тут не в точности дело ну, например, чаще 3 часов в день чаще, чаще 6 часов в день ну, давайте 6-7 запишем это, в принципе, для современного человека, к сожалению, достаточно нормальный показатель я имею в виду, конечно, количественную норму, а не качественную так работаете часто, да, с компьютером? да, на работе часто приходится к сожалению, к сожалению поэтому глазки устают, но ничего страшного я вам капельки пропишу, сейчас только все проверим вы большой молодец, что пришли так что так, ничего я не забыла здесь вроде бы все спросимо а очки и линзы не носите? не носите, отлично так, я надеюсь, что и не придется вам и последний вопрос каждый день чувствуете усталость глазок? или только когда проводите много времени за компьютером или за телефоном? то есть чувствуете, но за компьютером усиливается? хорошо ничего страшного со всем разберемся сейчас так, присаживайтесь поудобнее сейчас мы вам несколько интересных тестиков проведем не бойтесь, не бойтесь но для начала, позвольте, я посмотрю ваши глазки ручками только перчатки надену присаживайтесь присаживайтесь пойдите в удобное для вас положение сейчас совсем разберемся так отлично посмотрите наверх, пожалуйста вот так 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 ну, глазки красные немножко но это, в принципе ничего страшного так ну-ка вниз теперь я вам немножко оттяну верхнее веко не пугайтесь так ну, тут все в принципе тоже немножко покраснение есть но ничего критичного в эту сторону, пожалуйста так пожалуйста так все в порядке и в другую так 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 теперь посмотрите, пожалуйста наверх еще раз вот здесь скажите я нажимаю не больно? хорошо так а вот здесь не больно? отлично отлично теперь закройте, пожалуйста, глазки закрывайте, не бойтесь вот здесь вот здесь нажимаю не больно? все хорошо? отлично так так все вроде бы все проверили отлично да нет не больно так не больно так я возьму ручку и буду на этих табличках вам показывать мне будете говорить сначала правый глазик закрывайте потом левый, когда я скажу хорошо ну давайте в какую сторону? вот эту линию видите? хорошо вот эту в какую сторону? отлично а вот эту? хорошо вот эту видите? давайте попробуем вот здесь хорошо хорошо сейчас попробуем еще на буковках потренироваться хорошо? хорошо так вот здесь у нас прекрасно видно видно строчку вот эта буковка хорошо вот здесь ну повторяйтесь вот это так а это хорошо вы больше молодец теперь закрывайте другой глазик пожалуйста также здесь второе видно? видно это это прекрасно четвертую видите? вот сейчас что показываю вот это так это хорошо хорошо и с первой табличкой теперь да ну здесь первую я думаю нет смысла посмотрим вот это в третьей вот этот символ в третьей в пятую видно? видно вот этот хорошо так вот здесь немножко неправильно вот этот хорошо 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 дальше не видели правильно? смотрите зрение конечно чуть-чуть ухудшилось у вас но это ясное дело из-за работы на компьютере из-за телефонов и так далее но это не критично если вам так комфортно если вам нравится то как вы видите мир если никаких с этим проблем у вас нет я имею ввиду с четкостью зрения то в принципе вы можете не носить ни линзы ни очки ничего страшного не будет единственное я бы вам порекомендовала только купить очки с защитой от голубых экранов если наберете очки для компьютера вы найдете в оптиках также есть это не проблема вот а в целом если вам нужно я вам напишу какие очки вам нужны если захотите воспользуйтесь в оптике скажите вам сделают если нет то все в порядке так смотрите теперь немножко отвлечемся с вами от тестов проверим ваше боковое зрение так смотрите сейчас не на фонарик а мне вот сюда и когда я буду уводить фонарик из вашего болезрения ну кивайте или говорите да все итак смотрим сюда да хорошо так 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 хорошо ушел хорошо так вот сюда хорошо в другую сторону отлично и вниз попробуем так ушел и вверх но здесь у нас насколько я могу судить все в порядке вот такую вот картиночку я вам покажу сейчас это у нас тест на появление астигматизма смотрите такое изображение с линиями вам нужно закрыть сейчас один глазик один ладошкой вот такой и скажите мне пожалуйста все ли линии одинаковой длины под одинаковым наклоном не отличает ли их что-то между собой вот здесь нет ничего такого как будто их перевернули немножко хорошо и другой глазик давайте попробуем так же ладошкой закрывайте то же самое задание вот здесь вот здесь ничего на этих участках часто бывает так в центр конечно вы в центр смотрите все правильно все одинаковые точно не обманываете меня хорошо хорошо спасибо что не обманываете сейчас другой тест не менее интересный как мне кажется здесь у нас такой квадратик так так вы должны смотреть в центр и практически такое же задание закрываете один глазик ладошкой и говорите мне смотря в центр все ли линии у вас под одинаковым углом все ли они ровные может быть что-то выгибается куда-то так так вот здесь нет никаких выпуклостей так хорошо а на другой глазик так восьмой прикрываете прикрываете в центр смотрим никаких выпуклостей все линии ровные точно отлично хорошо вы большой молодец выдержали этот сложный прием сейчас я вам напишу какие можно покапать капельки а второе нету нету второй тест был уже не на выявление астигматизма это был тест на макулодистрофию тест Амслио называется это объявление патологии в центральной области сетчатки не вдавайтесь в подробности у вас ее нету слава богу значит капельки капельки я вам сейчас запишу вот смотрите здесь будут либо одни они больше от покраснения если замечаете то вот их я подпишу здесь покраснение и вторые они больше от этого чувства сухости когда после компьютера глазки устают да вот как раз от него здесь напишу сухость я думаю вы сориентируетесь если что значит насчет очков если они вам понадобятся здесь секунду здесь так так напишу вам оптику если скажете что если если покажете бумажку из нашей клиники вам скидку сделают хорошо если вдруг вам понадобится в принципе я думаю что вы бы раньше заметили если бы вас сильно это беспокоило ну на всякий случай на всякий случай так ну и рекомендации гимнастику для глазок я вам уже давала можете ее взять еще на ресепшн там прям памятки такие будут это в принципе не сложно я рекомендую делать хотя бы там ну каждый час хотя бы каждые 2 часа если совсем каждый час не получается это не долго совсем не долго не сложно давать глазкам 5 минут хотя бы отдохнуть и вот самое действенное упражнение по крайней мере для меня может быть вы найдете для себя какое-то более действенное это вот когда находите на окне допустим какую-то точку и смотрите на нее как бы вблизь и вдаль ну все я вас отпускаю будьте здоровы на ресепшне вас встретят да до свидания будьте здоровы